Чё ты молчишь, мразь? Начинай, сука! Друзья, всем привет, меня зовут... Бромче, сука! Хорошо. Меня зовут Евгений Нежинский и... Иии, блядь! Хули ты мямлик? И сегодня я бы хотел попросить у всех у вас прощения. А у кого у вас сказать не хочешь? У всего комьюнити мобильной игры Free Fire. Я хочу перед всеми вами сегодня извиниться. Ну, всё. Нет, не всё, блядь! За что ты извиняешься, даун? Я приношу свои извинения за то, что позволил себе стримить во время мирового чемпионата по Free Fire. И тем самым я своровал онлайн у канала ФФРуся. Давай, сука, без шуточек своих, а ну как с жабу сейчас тебя выебим тут, блядь. Хорошо, блин, хорошо. Нормально извиняйся, сука. Я приношу свои извинения, ребят, потому что из-за меня... Из-за тебя, мразь. ...онлайн на официальном канале ФФРуся упал. Если бы не я, онлайн на турнире было бы 30200 человек. Простите, пожалуйста, что я украл 200 человек у вас. По моей вине... Что ещё сказать? Про вещи, сука, говори. Про подарки, блядь. По моей вине вам не дадут вещи в этой игре. У меня всё. Молодец, сучара, а теперь... Нет, не надо! Всем привет, братья и сёстры. Здорово, отец. На связи отец Евгений. Добро пожаловать на новенький видеоролик. На видеоролик, который я, честно сказать, совсем не планировал записывать, но обстоятельства этого требуют. Наверняка каждый из вас в курсе, что 30-го числа во время мирового турнира по Free Fire, во время нашего с вами стрима мне был кинут страйк от разработчиков игры. Очередной страйк от Гарены мне прилетел. Очередной, уже третий страйк от Гарены прилетел мне, отцу Евгену. С этой игрой у меня особая, видимо, любовь. Пока другие ютуберы получают поддержку от Гарены, Евген получает от неё страйки. В этом видеоролике я хотел бы поговорить об этой ситуации и рассказать вообще, что произошло, что я по поводу этого всего думаю и что я вообще буду делать дальше. Заранее перед всеми извиняюсь, потому что тема будет, наверное, довольно-таки для кого-то грустная, для кого-то неожиданная, а для кого-то, наверное, и радостная. Потому что все мои хейтеры сейчас в один голос будут по-любому радоваться от того, что Евген получил очередных пиздюлей от разработчиков. Также извиняюсь перед всеми, кто любит мой монтаж, любит там, чтобы были эффекты, речь поставлена, всё заготовлено. Я к этому ролику не готовился, я просто сейчас включил камеру и буду на неё сейчас вам озвучивать все мои мысли, которые сидят у меня в данный момент в голове. 30-го числа состоялся Free Fire World Series 2021, и я решил в честь этого сделать стрим поддержки. Да, я прекрасно понимал, что начав подобный стрим, я нарушил, возможно, какие-то правила, и что против меня могут быть санкции от самой Гарены, что мне может прилететь от них страйк. Но после того, как я тщательно ознакомился с правилами этой платформы, Ютуба, после того, как я посмотрел на других Ютуберов, на других стримеров, в других играх, все мои сомнения, они отпали. Я был на 99% уверен, что никакой страйк от Гарены мне не прилетит, потому что правила я не нарушаю, абсолютно никакие. У меня исключительно благие намерения, я запускаю стрим и поддерживаю эту игру, я поддерживаю команду, я веду свой онлайн на их основную трансляцию, тем самым я, ну, как бы делаю им онлайн по факту, и какой мне за это может быть страйк. На протяжении трех часов я стримлю, я веду онлайн, примерно 1000-2000 человек за три часа, я привел на основной канал ФФР Руси своих подписчиков. И все было реально прекрасно. Турнир идет, эмоции, поддержка, каждые пять минут красавчики, Free Fire СНГ лучше, красава, ребята, идите туда, ставьте лайки, держим онлайн, 130 тысяч надо добить. И все бы ничего, но бац, и в один прекрасный момент мне прилетает отгоренный страйк. Пацан к успеху шел. Потому что Евген нарушил авторское право, потому что Евген своровал 200 онлайна. Примерно 200 человек меня в тот момент смотрели, и более того, мне кинули страйк в тот момент, когда мы играли комнату, когда мы даже не смотрели прямой эфир, мы играли в комнате. Была комната на моем стриме, мы играли с подписчиками, я даже не смотрел турнир в этот момент. Сразу же хочу сказать, что этот страйк мне кинул не Артем, как многие могут подумать, это не Артем Балабашин, он здесь абсолютно ни при чем, не нужно ему идти писать, его хейтить, там еще что-то говорить. Нет, кинул не он, кинул некий Антон М. Сразу после этого страйка я написал лично Артему, потому что из комьюнити я общаюсь только с ним, я ему рассказал свою позицию, свое мнение, почему я этот стрим запустил, что мною двигало и так далее. Артем меня выслушал, вошел в мое положение и пообещал, что возможно он сможет решить данный вопрос и поговорит об этом, но ничего не обещает. Я на 90% уверен, что страйк снят не будет, что он останется, что у меня будет нагадание 2 страйка и что Гарена в принципе не пойдет ни на какие уступки. И это неудивительно, я совсем недавно разоблачил жабку, лицо этой игры, я негативно высказался об комьюнити этой игры и меня никто поддерживать не будет. Если бы мне кинули страйк, то ебись оно конем, Евгена, разбирайся с этим сам. Еще раз повторяю, ребят, я был готов к этому страйку, я предполагал, что он может быть во время этого стрима. Но смотря на другие игры, смотря на других стримеров, смотря на других ютуберов, я почему-то был уверен, что страйк мне не дадут. Потому что я поддерживаю эту игру, несмотря ни на какие конфликты, разногласия, противоречия, я поддерживаю эту игру, я свой онлайн веду к ним. И самое смешное, что другие ютуберы, которые в этот же момент точно так же смотрели эту трансляцию, не получили никаких страйков. Кто это, блядь, вообще такое? У них все замечательно. Они так же смотрели этот турнир, и никто не получил страйк. Примерно 10 человек, это только те люди, которых я нашел, 10 человек смотрели стрим, просто сидели, смотрели стрим, даже не вели свой онлайн на этот канал, просто смотрели, и ничего. Им страйков не дали. Им можно, а мне нет. Мне прилетает страйк. На других регионах, если вы зайдете на Бразилию, на Индию, на Европу, на Латам, там практически все ютуберы смотрели этот турнир. Все поддерживали, все стримили, и все вели на основные каналы региона. И никто не получил страйк. Абсолютно никто. Страйк получил только я, Евген, с 200 онлайнами, с СНГ региона. Ну, кулу стори, братишка, блядь, земля тебе пухом, дальше что? Я хотел поддержать, я искренне хотел поддержать наш регион. Я ввел свой онлайн туда. Я считаю, что все стримеры должны были стримить этот турнир. Весь регион должен был знать, что сейчас идет турнир. Все должны были его смотреть, и все должны были его поддерживать. Я решил поддержать. Я получил за это страйк. Окей, красавчики, молодцы. Антон, я надеюсь, тебе выпишут премию за этот страйк. Но мое мнение остается прежним. Я считаю, что стримеры должны, как никто, поддерживать наш регион. И когда такое событие происходит, идет какая-то трансляция, и ставят цель в 130 тысяч онлайна, которая, блядь, давайте будем честны, абсолютно недосягаемая. Все стримеры должны в это подключаться, и помогать делать этот самый онлайн. Они должны включить свои стримы на своих каналах, как это сделал я, и поддерживать СНГ регион. Должны свою аудиторию конвертировать на эти просмотры, ввести на основной канал, завозить лайки, завозить просмотры, поддерживать наш регион. Но нет, никто этого не делает, потому что все понимают, что им за это кинут страйк. В то время, когда на других регионах абсолютно все ютуберы, многомиллионные ютуберы с огромной аудиторией стримят этот турнир, им ничего за это не делают. Потому что комьюнити тех регионов понимают, что эти ютуберы их поддерживают, что именно эти ютуберы делают им бесплатную рекламу, а не ведут своих подписчиков к ним на каналы. И их наоборот за это поощряют. А у нас что? А у нас страйки, блядь. И окей, давайте опустим фрифайр. Окей, посмотрите других ютуберов. КС, Фортнайт, Папк. Посмотрите, видите прямо сейчас в поиске ютуба, смотрим турнир, и вы увидите сотни записей стримов, где ютуберы крупные, маленькие, смотрят турниры по другим играм. Им ничего за это не делают. Потому что комьюнити этих игр понимает, что им делают онлайн. Даже если говорить не об играх, посмотрите ютуберов, которые смотрят презентации Apple, презентации Sony, презентации там E3, и другие всевозможные призы. И этим ютуберам тоже ничего не делают. Потому что они делают бесплатную рекламу этим презентациям. И это нормально, вполне. Да, я не спорю, бывают моменты, когда страйки все-таки прилетают. Но эти страйки прилетают реально заслуженно. Когда стример ворует онлайн, когда он не поддерживает презентацию, не обозревает ее, не ведет свой трафик туда, а когда он просто ворует, он включает трансляцию и делает рестрим, даже без комментариев. За это он получает бан. Естественно, это нормально. Кто-то сейчас скажет, что Евген, ты несешь хуйню, вспомни Азама, ему также прилетел страйк. Нет, ребят, Азаму прилетел страйк не за то, что он смотрел турнир, а за то, что он на этом турнире позволил себе попросить своих подписчиков спамить Free Fire Top. Он на турнире PUBG со своими подписчиками спамил Free Fire Top. Комьюнити PUBG это увидела и пресекла эту активность и дали ему за это страйк. Потому что игра-конкурент пиарится на официальном турнике, но это такое себе. Я же совсем другое делал. Люди, которые сидели на том стриме, подтвердят. Я сидел, делал комнаты для подписчиков, у нас был отдельный стрим, и в перерывах мы на 5-10 минут заходили на турнир просто посмотреть, что там происходит. Я ввел свой онлайн туда. Я топил за команду, я топил за игру, я топил за регион. Я ввел свою аудиторию на этот канал. У меня были соблюдены все правила Ютуба. У меня были ссылки, где проходит трансляция. У меня даже на экране было написано, что на основном канале проходит трансляция. Я каждые 2 минуты ввел свой онлайн туда. У меня были исключительно благие намерения, несмотря ни на что. Несмотря на то, что меня хуесосит эта игра. То, что эта игра меня не поддерживает, что у меня страйки от этой игры висят. Несмотря на это, я ввел онлайн туда. И за мою доброту, за мою честность, искренность, за мою поддержку мне прилетает Страйк. Савчик, молодец, еще раз повторяюсь. Я надеюсь, тебе выпишут премию. Это все, что я хотел вам сегодня сказать, ребят. Заслужен Страйк, не заслужен, решайте сами. Можете написать об этом в комментариях, что думаете. Я лично считаю, что Страйк я этот не заслужил. Я для этой игры старался. Я для этой игры делал онлайн, я ввел свою аудиторию туда. И я считаю, что я со своей задачей справился на ура. Как человек, который в эту игру играет, как ее стримит, я сделал охуительную поддержку этой игре. Я сделал шоу, я привел туда аудиторию, я поддерживал нашу команду, я топил за СНГ регион. Я до сих пор считаю, что СНГ регион лучший, что он самый топовый. Но того же самого я не могу сказать о поддержке этого региона. Я официально заявляю, что с сегодняшнего дня я не буду поддерживать эту игру. Я не буду стараться для этой игры, я не буду делать обзоры этой игры. Я никогда больше не призову донатить в эту игру, покупать пропуски, предзаказывать их. Я не буду поддерживать эту игру. Я буду просто в нее играть и все. Поддерживать оффлайн или онлайн события нет. Я не буду. Добро не ценится. За рекламу дают страйки. В то время, когда другим ютуберам за поддержку и активное защику дают алмазы, дают бабки, дают онлайн, рекламу бесплатную. Мне за это дают страйки. С ютуба я уходить не собираюсь. Я просто хочу сказать, что Free Fire отныне для меня это просто игра, поддерживать которую я лично отказываюсь. Это не значит, что я буду ее как-то хейтить. Нет. Я просто не буду говорить, смотрите как классно, смотрите как клево. Нет. Этого от меня больше не будет. Спасибо вам, Free Fire. Это были прекраснейшие 4 года. И спасибо вам за очередной страйк на моем канале. Красавчик. Ой, ёброт. Чё, реально поверили, что ли? Хуй вам. А ты чё вы, ребята, катаешь деньги на ПК игры не платила? Если я тебе покажу, сколько у меня игр на сольку 4, которая сзади, вот на эту штучку, которая у меня здесь, вот на этот ПК, который у меня тут, ты охуришь от жизни, братан. Я больше ляма на лизе сделаю. О, это кто такой там? Смыси, ты чё такой дерзкий, блядь? Я чё, блядь, маме твоей позвоню, ремня тебе по сроке дам, блядь. Мам, ты, пожалуйста, блядь. Э, блядь, со мной все, ёброт. Мы комната играем. И комнаты нужны. Комнаты еще нужны. О, и яйцо, и комнату. Вы понимаете, как это работает? Блядь, зацените мне прическу. Ой, блядь, очки снял. Очки снял, блядь. А, чёрт. Всё из-за дыры, ребят. Все проблемы в этом мире из-за чёрных дыр девчонок. Запомните мои слова. На крышу забегает, сука. Пацаны, Раша, брат. Милы, блядь. Дырки закрывайте, осторожно дырочки закрывайте, чтобы всё ровненько было. Рук на друга собирайтесь. Тут уже три человека, так, так, дожди, четыре. О, хорош. А играю я фуфу, потому что самая пиздатая игра на торговом свете. Продолжение следует.